добрый вечер сегодня в центре внимания окажется целая планета и если угодно целый мир почему да потому что гладиолус 8 ноября исполнилось 53 года игре которая для многих стала смыслом жизни квн уверенно шагает по своему шестому десятку жизни в преддверии этой даты архангельская лига квн обрела своего нового директора во главе веселых и находчивых стала светлана дмитриева она сегодня окажется в центре внимания светлана добрый день давай я сразу откроем секрет что мы друг друга знаем давно если зрители позволят мы будем общаться над и и сначала предлагаю объяснить почему я упомянула гладиолус дело в том что именно о нем шла речь в легендарной сценке команды квн не помню уральские пельмени все кто связан с квн я думаю без труда это узнают эту сценку и эту миниатюру а те кто не повзрослее пусть посмотрят как эти ребята играют что где когда твой стаж квн ой мой стаж квн это уже порядка десяти лет в квн я пришла до мной еще в школе и бывал бывала в разных статусах в квн как вы александр знаете я была и актриса и автором и директором и администратором и просто девочка из зала покричать на миниатюре в общем разные у меня были статусы вот в данный момент директор архангельской лиги квн школьной городской лиги квн лиги квн софу и сборной софу помор и архангельской области это наша областная команда квн то есть у нас в регионе действует три крупных лиги правильно потому что наверняка есть еще в каждом муниципальном образовании играет в квн да конечно у нас получилось выстроить в архангельске как бы всю вертикаль лиг мы занимаемся школьниками студентами и областная лига с молодежи подращиваем талант что приводит то самую молодежь в игру и что привело лично тебе лично меня позвали за компанию моя подруга я на просто сказал что она хочет играть в квн и позвала меня зайти в школу квн тогда еще в биту просто за компанию в итоге я на через месяц она уже не не ходила туда на школу квн а меня вот зацепила весьма не отпускает вот что цепляет людей что их приводит на на твой взгляд теперь с высоты десятилетнего к военовского опыта но сначала это на какой-то интерес что-то неизвестное для тебя необычное попробовать а потом у тебя появляется очень много друзей благодаря квн и поездкам я побывал уже более 20 городах везде у меня есть друзья знакомые и потом сформироваться определенная тусовка определенные друзья определенные планы и как вот подсаживая тебя и уже от этого очень сложно отказаться насколько это слово уже прозвучало сегодня тусовка насколько она масштабного в планах страны давить все-таки высшая лига и премьер-лига то что увидит зритель на первом канале это верхушка айсберга лиг в международном союзе квн гораздо больше конечно гораздо больше там есть региональные межрегиональные центральные лиги квн это так сказать тоже иерархия чтобы команды играть потихоньку набирают опыта и уже тем кому очень сильно повезет они попадают в пример лигу а потом высшую лигу то есть нужно пройти к венчиком из русского севера две ступеньки сначала вырасти из школьного кого надо архангельской лиги квн затем из архангельской лиги квн вырасти до телевизионной лиги квн все реально в этом году мы доказали хангельск впервые попал на первый канал мы выступали в премьер-лиге и результат я считаю что замечательные мы из первого же сезона дошли до полуфинала это большое достижение для команды которая как бы только первый сезон попала на будущий год планируем куда-нибудь может быть еще повыше но тоже на первом канале выше очевидно это к александру васильевичу сколько лет архангельской лиги квн сейчас начался уже одиннадцатый сезон самая старая у ну как старая такая это школьная лига квн она уже в этом году начала свой девятнадцатый сезон буквально вот в это воскресенье у нас прошли игры был осенний фестиваль замечательно очень много талантливых детей сколько команд играют школьной лиги сколько в студенческой школьной лиги в этот раз принимал участие 10 команд студенческой лиги порядка 18 я знаю что есть некие талисманы архангельской лиги в лице некоторых их участников так ли ну наверное это александр батков это данный момент он является капитаном сборной софу поморы архангельская область александр играет в архангельской лиги с первого сезона он играл в разных командах вообще он приехал к нам из южной столицы нашего региона из котласа и до сих пор эта игра его не отпускает и мы этому очень рады насколько сложно попасть в тот самый телевизор это об этом пути ты уже несколько слов сказала все-таки что нужно сделать любой начинающей команде чтобы стать любой звездной командой найти хорошее финансирование раз это главное то есть не обязательно шутки юмор если будет хорошее финансирование обязательно будет шутки юмор хорошо нашли но что нужно сделать какой путь нужно пройти но во первых это ну как какой путь пройти то вот начиная со школьной лиге потихоньку потихоньку начинать играть поч Aveno учиться писать шутки учиться отыгрывать учиться говорить учиться работать в команде потихоньку потихоньку тык-тык тык-тык где всему этому можно научиться вы учите этому в рамках лиги да мы проводим школу квн где наши редакторы не объясняют как правильно написать шутку как отыграть или произо что такое Отдельно идет работа, например, с звукорежиссерами, потому что это тоже звуковик, очень важный человек в команде. А как попали поморы в премьер-лигу КВН? Я знаю, что нужно для этого ребята выиграли несколько лиг межрегиональных и центральных, да? Да, мы сначала играли двумя разными командами. У нас была женская сборная СФУ и, так скажем, мужская сборная СФУ. Три года назад мы приняли решение объединить наши усилия. И через два года у нас получилось попасть в премьер-лигу. До этого мы играли в центральной лиге по Волжье и в Рязанской лиге. И в 2013 году мы играли в центральной Краснодарской лиге КВН. Это одна из самых серьезных лиг центральных в МИКе. И стали ее чемпионами и с такими вот хорошими услугами по сезону. Мы приехали в Сочи и нас взяли после хорошего, естественно, выступления в премьер-лигу. Теперь о самом главном городе в жизни любого КВНщика, о Сочи. Именно там начинается новый, каждый новый сезон. И именно там проходит фестиваль, куда приезжает порядка 400 команд, скорее всего, да? И из этих 400 команд выберут всего команд 20, не больше молодых, которые будут играть в том самом телевизионном КВНе, правильно? Ну не 20, где-то порядка 35-40, потому что у нас же есть высшая лига, где обычный сезон начинает около 20. Я имею в виду, которые впервые попадут в обоим моего телевизионных лиг? Возможно. Не всегда такое получается. Что нужно сделать любой команде, чтобы выделиться из 400 команд, чтобы увидели именно тебя? Все-таки конкурс получается порядка 20 команд на одно место. Ну, во-первых, это, конечно же, заслуги за пройденный сезон. То есть, когда ты приезжаешь уже в Сочи со статусом чемпиона Центральной Краснодарской лиги КВН, на тебя, естественно, обращают больше внимания. Во-вторых, это сейчас каждая команда пытается выделиться своим каким-то уникальным стилем, фишками, танцами, фишками замедлений. Чем выделяемся мы? Мы выделяемся тем, что мы очень добрые, мы с севера. И мы выступаем в свитерах. Да, и в валенках. Этот стиль, он пришел себе по вкусу, москвичам? Да, за эти вот три года, когда мы играем этим стилем, очень хорошо пришелся южным, так сказать, жителям нашей страны. Это Центральный край, они очень радовались, потому что они, по-моему, плохо даже понимали, откуда мы приехали. Но имя Ломоносова, надеюсь, им помогло понять, что мы из Архангельской области. Да, Ломоносова знают. Часто вспоминаете в своих выступлениях? Естественно. Вообще, насколько меняется сама игра? Вот ты говоришь о том, что нужно, и меняются подходы к игре, да? Вот сам Масляков говорит, что как шутим, так и живем. Вот за 10 лет серьезно КВН поменялся? Ну, конечно, серьезно поменялся. Сейчас, последние 2-3 года, ну, даже вот по этому сезону очень хорошо видно, что идет смена вообще поколений. Уходят команды, например, из высшей лиги, которые играли давно. На смену им приходят реально молодые КВНщики, которые уже совершенно по-другому шутят, совершенно по-другому думают. Потому что и мир вокруг них изменился, нежели чем это было 5-6 лет назад. На чем шутят команды КВН поморы? Над собой? Или на чем шутят в Архангельской лиге КВН? В Архангельской лиге КВН? Да, шутят на все темы, на все житейские. Это и какие-то отношения между мужчиной и женщиной, какие-то бытовые моменты. Также шутят и над администрацией города, например, о проблемах, которые в Архангельской области есть. Ну и не только. Что эта игра дает в профессиональном плане? Вот я так понимаю, тебе это дало настоящую карьеру. Тем, кто с тобой начинал, тем, кто начинал до тебя, тем, кто пойдет после тебя. Вообще я очень рада, что я попала в КВН, потому что это, наверное, настоящая школа жизни. Потому что КВН, он серьезно развивает всесторонние, то бишь это умение общаться и быть в команде. И так как я сейчас занимаю административный, так скажем, пост, то, несмотря на то, что я экономист, я уже, по-моему, прекрасный юрист. И юморист. И юморист, и все вместе взятое. Твои задачи на посту директора, раз уж ты заговорила о своем административном будущем? Если про Ахангельскую лигу КВН, то это, конечно же, развитие движения, развитие лиги, привлечение как можно больше молодежи в наше движение. Ну и просто такой, я считаю, что КВН это один из лучших, не побоюсь этого слова, социальных молодежных проектов в Ахангельске. Ощущается поддержка со стороны власть, придержащих этому движению? Да, конечно, нам очень хорошо помогает Северный Арктический Федеральный Устец, за что я вам большое спасибо. Также правительство в Ахангельской области и в лице губернатора Игоря Анатольевича Орлова, и министр по делам молодежи и спорту Елена Юрьевна и Доценко. Низкий им поклон, всегда их рады видеть. Будем дальше работать. От сезона, который только недавно стартовал, чего ты их ждешь? Шуток, веселья, новых лиц. В этом году в лиге мы немного урезали сезон, вместо восьми игр у нас будет шесть. Те, кто есть, они молодые и интересные. Сезон на самом деле очень интересный, потому что вернулись и старые команды, например, Приморский бульвар и Северодвинска. Они опять решили попробовать, но и много именно молодежи. Вообще, если говорить о командах, мы можем прямо сейчас назвать те некие самые яркие команды, которые были на протяжении минувших 10 лет в Архангельской лиге КВН? Ну, естественно, это же, конечно, команда КВН Северная сторона, Александр. Хорошая команда, согласен. Хорошая команда. Надеюсь, кто-то и зрители вспомнит дальше. Да. Конечно же, это команда Бабл Смайл, наверное. Конечно же, команда Бабл Смайл, женская сборная Архангельска-Северодвинска. В данный момент меня очень, уже не первый сезон радует команда Бадков Шоу. Есть такая команда. Есть. Да, у нас такая. И все они гармонично влились так или иначе в команду КВН Поморы, которую мы видели на Первом канале. Я вот почему спросил, ждать ли нам в следующем сезоне команду на Первом канале. Мы в январе едем в Сочи. В данный момент у нас команда буквально через два дня уезжает на Школу КВН в Казань, где мы будем работать с редакторами высшей лиги по поводу следующего сезона. Хотим с ними пообщаться. В январе поедем в Сочи и уже по результатам соческого фестиваля будет понятно. Ну и один из главных секретов, который я приберег напоследок, все-таки тот эфир, который видят зрители, это эфир, как правило, совмещенный из двух записей. То есть команда в телевизионной лиге, она играет два раза, показывает одни и те же номера. Вот несколько слов об этом, поскольку, я думаю, не все зрители знают об этом нюансе телелиги. Ну, естественно, сначала в день игры идет генеральный прогон, который тоже записывается, и потом уже сама игра. И частенько бывают такие моменты, что игра, она нарезана из разных кусочков, и из генпрогона, и из самого выступления. У нас, например, была ситуация, что на одной восьмой нам вырезали целый номер. Вот, ну и это даже удобно, потому что у нас на полуфинале произошла такая не очень удачная ситуация. Мы случайно разбили банку на сцене. Не ссыкрой? Не ссыкрой, к сожалению. Но первый канал все очень так хорошо смонтировал, что этого было незаметно. Банку не разбили? Да, банку не разбили. То есть получается, что все, что выглядит так красиво, ярко и легко на сцене, это большой и напряженный труд? Естественно. Это, во-первых... Сколько времени уходит на подготовку к одной игре? Сначала мы готовимся в Архангельске, потом мы выезжаем на игры за 2-3 недели до игры. То бишь идет каждый день процесс редактуры, работы с редакторами. Что-то убирается по материалу, что-то дописывается. Работа идет постоянно и днем, и ночью, потому что после игры мы приезжаем без силы, и просто неделю впадаем в спячку. Потом идет вот запись игры непосредственно, которая проходит 2 раза, что тоже очень весь день на нервах, и надо хорошо выглядеть, все помнить и успевать. Тяжело. Но люди, тем не менее, готовы посетить этой игре все свободное и не только время, правильно? Да. КВН — это действительно целая планета, поскольку вот Александр Масляков так обозначил, что КВН, есть планета КВН. Да, есть целый дом КВН теперь в Москве, замечательный. Александр с вами там были. И нам понравилось. И нам понравилось. Что мы дальше будем? Только ли команда по морам имеет шансы выйти в премьер-лигу или в высшую лигу? Либо кто-то еще на подходе? Ну, естественно, подрастает молодежь, которая тоже у них есть свои амбиции, свои желания. Мы этому никак не мешаем. Мы только рады их инициативе, их желанием играть дальше и представлять нашу область на федеральном уровне. Так что я думаю, что в скором будущем, возможно, появятся еще, так скажем, молодые поморы, которые тоже пустятся в путь по КВН. Спасибо большое, что пришла к нам сегодня. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить тебя и всех зрителей с Днем КВН. Спасибо. А я пользуюсь случаем. Хотела бы пригласить всех 11 ноября в Драмтеатр в 19.00. Там будет проходить замечательный концерт звезды высшей лиги КВН. К нам приезжает команда КВН «Союз», команда КВН «Пара по парам». Но и также выступят наши любимые уже поморы. Всех ждем. Будет весело. Приходите. То есть те самые звезды КВН на сцене в Архангельске? На сцене Драмтеатра для всех жителей нашего замечательного города. Спасибо большое. Директор Архангельской лиги КВН, человек, который должен совмещать бесшабашный юмор и четкую организацию шоу. Светлана Дмитриева была сегодня в центре внимания.